Привет друзья и гости канала Алга Петербург, на связи Саша Карельский и сегодня у нас общий образовательный выпуск. Этот выпуск приурочен к годовщине легендарного советского рок-музыканта, певца, гитариста, автора песен, основателя и солиста культовой группы кино Виктора Цоя. 15 августа 1990 года легендарный музыкант ушел из жизни. Имя Виктора Цоя известно каждому человеку в нашей стране, а его творчество продолжает вызывать живой интерес у все новых поколений слушателей. Почему же спустя 30 лет после ухода из жизни его музыку слушают, исполняют, продолжают интересоваться и восхищаются ею? Изучая феномен Димаша, мы наблюдаем похожий эффект. Может быть есть какой-то общий секрет? Попробуем в этом разобраться. Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Его родителями были преподаватель физкультуры Валентина Васильевна и инженер Роберт Максимович. Корейской фамилией и внешностью Виктор обязан деду со стороны отца, корейцу, приехавшему в северную столицу из Казахстана. Виктор был единственным ребенком в семье. Он с раннего детства много читал, любил рисовать или пить, а в пятом классе увлекся игрой на гитаре. Параллельно с общеобразовательной школой Виктор ходил в художественную школу. По словам учителя рисования, у мальчика были прекрасные способности, но он был совсем не склонен к регулярному и кропотливому труду. Если хочет, рисует. И рисует замечательно, но если не хочет, не заставишь. Впервые Виктор начал играть в группе еще в 13-летнем возрасте. Это был коллектив Палата номер 6 во главе с его товарищем по художке Максимом Пашковым. По воспоминаниям Пашкова Виктор очень любил музыку, но играть на гитаре поначалу совершенно не умел. В конце 1970-х годов Виктор играл в группе «Автоматические удовлетворители». Благодаря многочисленным квартирникам группа обрела известность и за пределами Ленинграда, и стала регулярно ездить в Москву на квартирники Артемия Троицкого. Иногда приходилось добираться на собаках, нескольких электричках с пересадками. И во время одной из таких поездок поющего в вагоне Цоя заметил Борис Гребенщиков, лидер рок-движения того времени. Позже он написал об этой встрече. «Когда слышишь правильную и нужную песню, всегда есть такая дрожь первооткрывателя, который нашел драгоценный камень или амфору, бог знает какого века. Вот у меня тогда было то же самое ощущение». Гребенщиков пообещал молодому музыканту свою поддержку. Летом 1981-го года Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский организовали новую группу под названием «Гарин гиперболоиды». И уже осенью эта группа стала членом ленинградского рок-клуба. Но вскоре один из основателей, Олег Валинский, ушел служить в армию, а группа сменила свое название на лаконичное кино. «Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли, и один за одним». В 1983 году над Виктором висел призыв в армию. И чтобы избежать его, певец симулировал попытку суицида и лег на полтора месяца на обследование в психиатрическую больницу. Виктор скрывался от службы в психбольнице. После выписки Цой написал песню «Транквилизатор». А весной 1984-го года группа кино выступила на втором фестивале рок-клуба, где была удостоена звания лауреата. Фестиваль открывался композицией «Я объявляю свой дом безъядерной зоной», которая была признана лучшей антивоенной песней. Цой был убежденным антимилитаристом. В 1987 году вышел в свет альбом группа крови, и на группу обрушилось широкое признание и настоящая слава. На волне популярности музыканты кино отправились в триумфальные гастроли по городам России, Белоруссии и Украины. Также в 1987 году музыкант принял участие в съемках культовой картины «Асса» режиссера Сергея Соловьева. И хотя роль Виктора в этом фильме была невелика и прозвучала всего одна его песня «Перемен», многие люди узнали и полюбили его именно после этого исполнения. А песня «Перемен» стала неофициальным гимном перестройки. Вершиной актерской карьеры Цоя можно считать главную роль в полнометражном художественном фильме «Игла» с участием Петра Мамонова. Фильм снимался в Алма-Ате, и ради съемок группе кино пришлось на время прервать концертную деятельность. И эта жертва была не напрасной. Фильм получил несколько призов на престижных кинофестивалях, стал одним из лидеров проката, а Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года по результатам опроса журнала «Советский экран». В конце 1988 года был записан альбом «Звезда по имени Солнце», а в 1989 группа кино приобрела нового продюсера Юрия Айзеншписа. «Мне понравилось его творчество, нравилось своей искренностью, своей энергетикой, и с первых же минут общения понравился сам автор. Спокойный, обстоятельный, доброжелательный», вспоминал Айзеншпис. Новый продюсер стал организовывать многочисленные выступления и съемки на телевидении. Популярность кино быстро обрела всесоюзный масштаб. Началась молодежная киномания. 24 июня 1990 года состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы кино на стадионе «Лужники» в Москве, где в честь этого события впервые после Олимпиады 80 был зажжен «Олимпийский огонь». После этого Цой и Каспарян закрылись от всех на даче под Юрмалой и стали работать над новым последним альбомом. Он вышел уже после смерти Виктора Цоя и получил неофициальное название «Черный альбом». Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Феномен Цоя можно объяснить тем, что его песни — проявление свободы и независимости. И даже у того, кто никогда не являлся поклонником группы кино, среди любимых всегда окажется две-три песни Цоя. Разумеется, мне как исследователю интересно совместить две творческие личности — Цоя и Димаша, чтобы понять, где заканчивается обычный коммерческий успех и начинается творческая гениальность. Вот что мне удалось обнаружить. С раннего детства оба мальчика увлеклись музыкой. А если быть точнее, музыка сама выбрала их в качестве ретранслятора. Учитель рисования очень точно подметил особенность Виктора, которого невозможно было заставить что-то сделать силой. Он всегда делал только то, что хотел и к чему лежала душа. То же самое мы видим и в творчестве Димаша, который всегда сам определяет художественную политику будущего шедевра. Причем старается делать это на всех уровнях. Встреча Цоя с Борисом Гребенщиковым стала своего рода сингером — счастливым билетом для Виктора на большую сцену. Одной возможности было достаточно, чтобы заявить о себе на всю страну, а в случае с Димашем — на весь мир. Виктор, как и Димаш, был убежденным антимилитаристом, который выступал против войны во всех ее проявлениях. Он также остро чувствовал настроение общества, и из его уст звучали слова и чувства, которые бурлили в народе в то время. И, наконец, самое главное — Виктор Цой не имел выдающегося голоса, как у Димаша. Но это никак не помешало ему остаться в истории, благодаря тому, что его творчество не было пустым и бездушным. Каждая его песня — это своеобразный крик души, обращенный к товарищам того времени. Это посыл, возможность сказать людям правду жизни, поделиться внутренними переживаниями, которые были понятны каждому и откликались в сердцах большинства. Виктор Цой был безусловным голосом народа того времени. Он был нужен ему как никогда. Но пришло новое время, новые проблемы и настроения, нависшие над человечеством. И у него тоже есть свой голос, который лечит души, трогает сердце и дает надежду на лучшее. Алга Димаш. Субтитры создавал DimaTorzok